Привет огородникам и садоводам! В этом видео подробно расскажу о перевалке петунии кустовой крупноцветковой из 160-х кассет в стаканы. Перед посадкой почвосмесь в стаканах я немного полила, чтобы грунт не был сухим. Перед тем, как вынимать растения из ячеек, их надо хорошо полить, чтобы не рассыпался грунт и не обнажал корешки. Аккуратно вынимаем неострым предметом, чтобы не повредить пластиковые ячейки. Обратите внимание, какие хорошие корешки. Напоминаю, чтобы выиграть некоторое время, я делала промежуточную пикировку своим петунькам. Они это, кстати, любят. Подробно смотрите в моем видео. И пересадила их в кассеты на 160 ячеек. Всадила в этом году сорта, устойчивые к вытягиванию. Это Танако Блу, Вайт, Дипроус и Кабояши. Они спокойно реагируют на нехватку ультрафиолета. То есть их можно использовать для ранних посевов, когда короткие световые дни и мало солнца. Эти растения я сеяла 4 февраля. Сегодня пересаживаю 11 марта. То есть с момента посева прошло 35 дней, чуть больше месяца. Подробно о посеве смотрите, как я сею крупноцветковую петунью. Именно это я пересаживаю Танако Блу. Пересаживаю очень аккуратно. Чуть придавливая грунтовый ком с корешками. Для нормального развития любого растения нужны регулярные профилактические обработки. В течение этого месяца я делала 2 обработки. Это фунгицид плюс инсептицид. То есть от болезней и от паразитов. Становится теплее и все больше живности просыпается, которая у нас живет в земле и хочет полакомиться нашими растениями. У меня растения из индивидуальной ячейки, поэтому для них мало стрессов при пересадке. А вот если у вас идет пересадка из емкости, где растения и их корешки переплелись, то лучше пересаживайте в пасмурный день. И несколько дней после этого, если они будут солнечные, позаботьтесь о легком притенении. Можно накрыть, например, агроволокном. Если у вас в помещении под лампами растения и при постоянной температуре, то ничего притенять, естественно, не надо. После любой пересадки петуниям надо поддерживать температуру 1-2 дня, примерно 20 градусов, а потом снизить примерно 17-18. Поливаю просто водой. Стараюсь не попадать на листья, так как у нас сейчас ночью уже в течение недели держатся морозы примерно 10 градусов и излишнее при увлажнении ни к чему. Вообще, полив петунии можно осуществлять сверху и в солнечный день, но если у вас, как и у меня, два слоя пленки. В ином случае старайтесь поливать рано утром или вечером, чтобы до появления ярких солнечных лучей листочки успели высохнуть. Это растение на следующий день после перевалки в стаканы. Ну а это через неделю. Очень хорошо видно, что появилось много боковых побегов. Растение принялось чувствовать себя великолепно. Подписывайтесь и ставьте лайк. В дальнейшем буду делиться опытом. Желаю вам успехов в выращивании петуни.